Магазин починил товар вместо проверки качества или вместо экспертизы. Популярная, кстати, ситуация сегодня. У нас Евгений Щукин задает вопрос, и мы на него отвечаем. Здравствуйте, Владимир. Перестал работать водонагреватель. Я снял на видео факт того, что он не работает. Затем позвонил в магазин и сообщил им об этом, на что меня отправили в сервисный центр. Как обычно и бывает. Я сказал, что не поеду, а привезу его им. Они согласились. Я привез водонагреватель и вручил им претензию, которую они приняли и на копии мне расписались. Ого! Кажется, у нас тут грамотный потребитель. В сервисный центр не едет, потому что возвращает туда, где был заключен договор купли-продажи, то есть в магазин. Сразу же идет с претензией и на копии получает подпись сотрудников. Восхитительные действия, да? Кроме одного. А какого мы сейчас узнаем? С момента покупки прошло 6 дней. Через какое-то время мне позвонили с сервисного центра и сказали о том, что водонагреватель не сломан, а просто у него сработала какая-то защита, и они ее отключили. Так что все в порядке. Я сказал о том, что водонагреватель не работал, поэтому я его отвез в магазин и в претензии указал, чтобы проводили экспертизу в моем присутствии. А что он делает в сервисном центре, я не знаю. Действительно, часто в претензии люди указывают, что требуют, чтобы им сообщили, когда будет проводиться проверка качества экспертизы, чтобы они на ней присутствовали, потому что они имеют право на ней присутствовать в соответствии со статьей 18. Через какое-то время мне позвонили из магазина с тем же ответом, что он исправен. В сервисном центре сбросили защиту, которая сработала. На что я ответил, а зачем, собственно, вы его отправляли в сервисный центр и не провели проверку качества в моем присутствии? Еще через несколько дней мне позвонили и сообщили, что готов ответ на мою претензию. Приезжайте, чтобы ознакомиться. Что делать дальше, я не знаю. Хм, смотрите, сейчас я вам отвечу, и что делать дальше, и что делать в будущем. Давайте начнем с вопроса, что делать в будущем, чтобы в такой ситуации не оказаться. Вы ведь здесь сделали множество грамотных вещей. У вас есть понимание, как нужно грамотно действовать. И магазин, посмотрите, вынужден согласиться с вашим пониманием и уже ведет с вами общение не от лица сервисного центра, а от лица магазина. А все вопросы с сервисным центром решает сам. Хорошо. Претензии вы привезли? Тоже хорошо. Товар вам починили? Тоже хорошо. Ну или исправили. Только вы хотели, видимо, вернуть деньги или что-то такое. Вы не написали ваше требование. Вы хотели, чтобы все было при вас. Но его проигнорировали. Почему? Потому что вы сдали товар. Вот и все. Вот и все. Самый главный момент. Что нужно было сделать? Без товара прийти в магазин и вручить им претензию. Или отправить ее электронно. Это даже удобнее. И вот когда магазин назначит проверку качества, на этот момент привезти товар, пройти проверку качества за 2 минуты или экспертиза за 20 минут при вашем присутствии и товар забрать. То есть товар нужно было предоставить, а не сдать. А вы его предоставили. Вы его сдали. А когда вы его сдаете, магазин может делать с ним все, что угодно. Он находится вообще вне вашего контроля. Ваша собственность находится у магазина, с которым вы еще и вступаете в такое, так сказать, противодействие. Так, а чего вы хотели? Понятно, что в будущем так делать не надо. Итак, делаем урок на будущее. Действия потребителя сейчас всех были грамотные. Порядок описанных действий мне понравился. Даже четкость изложения. Кроме одного аспекта. Товар не сдаем, а предоставляем. То есть приносим прямо на проверку качества. Приносим прямо на экспертизу. Может с водонагревателем это сложновато сделать. Возможно он большой. С маленьким товаром проще. Но если вы привозили водонагреватель и вам нормально, то надо было его привезти, пройти проверку качества и экспертизу и забрать товар. Окей. Что делать дальше в вашем случае? Вот вы пишите, что делать дальше, не знаю. А что вы хотите? Смотрите, если вы хотите пользоваться товаром, чтобы все работало, вот товар, он работает, вам его отдают. Все. Вопрос закрыт. Хорошо. Если вы хотели вернуть деньги, а вы возможно хотели вернуть деньги, а вам сделали, соответственно, ремонт, что по факту можно считать, что вам что-то там отремонтировали, товар вернули, он не работал, вы его отдали, чтобы вернуть деньги, товар отремонтировали, вам возвращают. Бывает такое? Еще как бывает. В этом случае у вас два сценария. Забрали товар и пользуйтесь, и радуйтесь, потому что все работает. Второй сценарий. Указывайте, что вы не просили проводить ремонт, а просили, например, возврат денег. Опять же, я не знаю, вы возврат денег или чего просили, что было в вашей претензии, вы не написали. То есть мы включаем режим «угадайка», играем в игру «отгадай, что хотел потребитель и что он делал». И исходя из этих предположений, о том, что мы не знаем, что было в вашей претензии, а может там не было никакого требования, некоторые так пишут, требую просто провести проверку качества при мне. Хотя требовать вы должны либо возврат денег, либо ремонт, либо замену, либо там уценку. Так вот, смотрите, вы получили товар, который хотели вернуть, а его отремонтировали. Что можно сделать? Вообще-то у вас есть копия претензий, на которые расписался сотрудник магазина. Вы можете довести дело даже до суда, и там показать, что магазин знал, что вы хотите вернуть деньги, что вы наставите на проверку качества, а он, не спросив вас, произвел ремонт. В этом случае, вы реально есть шанс вернуть деньги. Отремонтированный товар не является причиной в отказе требований потребителя вернуть деньги. У нас есть даже практика и рассмотрение дела Верховным судом, где прямо четко рассматривали ситуацию, что товар починили, и вот он лежит отремонтированный. Но потребитель обыдал требование деньги вернуть. И сам по себе отремонтированный товар, не являя и полностью работоспособный, без недостатков, качественный, он не освобождает магазин от того, чтобы вернуть деньги. То есть, магазин вынужден отремонтировать товар и оставляет его себе, а вам деньги возвращают. Но будет ли это в вашем случае? Вопрос очень даже спорный. По-моему, водонагреватель может попасть в перечень технически сложных товаров. И судя по тому, что недостаток исправили очень быстро, недостаток, похоже, не является существенным. А значит, вы имели как раз право только на ремонт, который был произведен. То есть, есть такая вероятность, что магазин, все это зная, просто не стал вас заморачивать всеми этими делами, отремонтировал и отдал. Потому что иначе, через другие сложные пути, вы бы все равно отремонтировали и забрали бы товар. Это первый сценарий. Второй сценарий бывает другой. Действительно, магазины все суетятся, кипишат и пытаются как можно быстрее сделать ровно то, что сделали с вашим товаром. Если потребитель недостаточно грамотный. И, например, сдал товар на экспертизу. И даже не в курсе, что может на ней присутствовать. Многие, и самое главное, и не написал претензию. Это критически важно. Действительно, многие магазины, сервисные центры такие, о чем мы будем проводить экспертизы, проверки качества, деньги возвращать быстренько. Все починили, вот товар полностью готовый. Бывает даже так, что товар смотрят, чинят, потом проводят проверку качества. Так все работает и возвращают. Приходят потребители, ему говорят, ваш ноутбук цел, проверка качества не подтвердила наличие дефекта. Вы говорите, как не подтвердило, если там сильно шумел вентилятор. Прямо слышно было. Они говорят, нет, не шумит. Вы смотрите, ноутбук не шумит. Вы такие, в чем дело? Открываете его, а там другой вентилятор. И вы понимаете, что причину возникновения недостатков ее исправили. Ее просто исправили. И к моменту прохождения проверки качества товар был качественным. Какова мораль? Так не сдавать товар, а предоставлять, если вы хотите использовать это, чтобы вернуть деньги. Или, например, если это вдруг повторно сломался вентилятор, потому что в этом случае недостаток стал бы существенным. Но вы не сможете все это определить, потому что сейчас, к моменту съемки этого видео, магазины действительно любят подсуетиться и починить товар быстренько, пока потребитель не заметил, чтобы потом не было возможности вернуть деньги. Такое бывает. Поэтому товар держим с собой. Принесли на проверку качества. Товар все время с вами. Полностью присутствуем. Забрали. Нигде не оставляем товар, нигде его не кладем, не сдаем. На экспертизу. Принесли товар. Вам говорят, все мы забираем, но доступ в техническую комнату запрещен. Через 20 минут вынесем. Вы такие, нет, я имею право присутствовать на экспертизе. Они говорят, ну, мы не можем вас пустить. У нас нарушение, это будет наших стандартов, внутренних правил. Вы говорите, внутренние правила ваши меня не касаются. Они на меня не распространяются. Магазин говорит, это нам ваши знания, которые вы посмотрели где-то там в интернете, на мальчика в кофте, который вам сказал так говорить, не касаются. Мы вас во внутреннюю комнату не пустим. Или вы сейчас уходите с товаром и отказываетесь от экспертизы. Либо мы забираем товар и через 20 минут вынесем. К этому моменту, когда вам это говорят, вы уже снимаете это на видео. И вот там, где говорят, мы вас не пустим на экспертизу и воспринимаем это как отказ, как только вы это засняли, у вас появляется мощнейший козырь и аргумент. Вам только что сказали, что лишают вас права присутствовать на экспертизе, и поэтому воспринимают это как отказ от экспертизы. Но в случае доведения дела до суда, суд, скорее всего, не будет воспринимать так позицию магазина. Он скажет, что право присутствовать на экспертизе прописано в статье 18. Потребитель пришел и хотел зайти в комнату присутствовать. У него он не отказывался. И все, и магазин вернет вам деньги. Более того, магазины это знают. Поэтому, если у вас будет видеокамера, вас либо пустят на экспертизу, либо быстрее всего вернут деньги. А если все равно откажутся от экспертизы и не пустят вас, а вы это заснимите на видео, вы потом просто можете позвонить директору или написать еще одну претензию, где прямо указать, что вам отказали в присутствии на экспертизе. И у вас это даже за видео документировано. И как только вы это напишите, а может быть еще и на почту скиньте видео, где магазин вам отказывает в присутствии на экспертизе, вам легко вернуть деньги. Потому что не возвращают деньги самым простым, типичным массовым клиентам. А кто как-то фиксирует, вступает в противодействие, готов отставить свои права, те становятся проблемными. Проблемным деньги возвращают. Не возвращают большинству, которые просто пришли, попросили и запускают в сложный лабиринт. А если вы тут и видео засняли, и ошибки магазина зафиксировали, и претензию написали, то магазин, то вы сразу же попали в единичного потребителя. Вы стали редчайшим потребителем, который действует грамотно. И магазин не будет с вами ссориться и ругаться, он просто вернет вам деньги. И, конечно же, заявит, что он проявит в этот раз лояльность. Он будет лоялен к своим потребителю. Клиентоориентированность, понимаете ли, будет, так сказать, в деле. И поэтому магазин сделает то, что и так должен делать по закону, то есть вернет вам деньги. Все, понятно. Думаю, подробно ответил на вопрос Евгения Щукина. Всем, кому видео было полезно, могут поддержать меня. По номеру карты в описании. Вот он. Лично получаю все донаты. По принципу, вы помогли мне, я помог вам. А точнее, если я помог вам, то вы можете помочь мне. Вот как-то так. И без всяких партнерок, продюсеров. Вот все, что пишите в комментариях к донатам, я читаю в комментариях на канале, читаю напрямую, участвуйте в развитии канала. Ваши донаты частично компенсируют затраты на съемку, оформление, выкладывание, монтирование, запись на все это, даже на распечатывание этого вопроса. На все уходит время. И, соответственно, вы можете поддержать канал. Все, увидимся в следующих видео.